Семья Садюхиных вот уже несколько лет разводит коров в Цельнинском районе. А вот небольшой цех по переработке молока открыли в Ульяновске. К буренкам позже прибавились молочные козочки. Сейчас в день Садюхины перерабатывают более тонны молока. Делают все. Сыры из козьего молока разных видов, йогурты с натуральными ягодами, творог и масло. Никаких консервантов, никаких загустителей, все натуральное. В производстве используют закваски из Дании, Франции, Италии. Но есть и отечественные аналоги, поэтому сложности в период санкций не ощущаются. Нагреваем зерно до 40 градусов, чтобы лучше отошла сыворотка. Вымешиваем минут 5-7, оставляем в покое минут на 10. И после этого все это сливаем в творожную ванну, где у нас уже позастелят ловца. И уже будет сыворотка отходить, тем самым мы получим хорошее вкусное зерно. С любовью о своем деле показывает и рассказывает Юлия. Идея производства сыров возникла в период гастрономических туров в Грецию. Я смотрела, как это все варится, как это все готовится, как это все вкусно. И потом я поняла, что да, я хочу заниматься сыроварением. Потом уже появились у меня козы. Я хотела только козий сыр. Но почему-то именно в козьих сырах я вот чувствую то, что есть какое-то начало, да, вкуса. Какое-то есть серединка, какое-то есть послевкусие. Продукцию реализовывают исключительно на своих точках, но есть и передвижная автолавка. С крупными магазинами не сотрудничает, цех не позволяет, но в планах расширить производство. Реализовать свою мечту помог Гранд Агростартап, благодаря которому фермеры закупили 80 голов молодняка коз, а также все необходимое для приготовления молочной продукции. Производство кисломолочных товаров – перспективный вид деятельности, ведь вся молочка, произведенная отечественными производителями, пользуется хорошим спросом у ульяновцев. Кирилл Савосин, Юрий Конихин, Управда ТВ